На азиатской сессии вторника евро-доллар вновь попытался развить восходящую динамику. Курс пары от уровня 1.2586 добрался до отметки 1.2628, но продолжить дальнейшее движение не сумел. Отсутствие новых катализаторов и неспособность быков преодолеть максимальный уровень пятницы остановили подъем. Кроме того, инвесторы начали терять уверенность в том, что высказанное Марио Драги намерение неограниченно покупать облигации проблемных стран еврозоны со сроком погашения три года будет достаточным для стабилизации ситуации в Европе. На этом фоне инициатива перешла к продавцам и курс пары начал снижаться. Тем не менее, быки повторили попытку возобновить подъем после публикации в США слабых данных производственной активности АСМ, однако сумели лишь на время стабилизировать валюту в боковом диапазоне вблизи промежуточного минимума 1.2563. Новое заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что Греция получит дополнительный пакет финансовой помощи только после выполнения всех принятых на себя обязательств вызвало крайне негативную реакцию рынка. Единую валюту вновь начали активно продавать и в результате на исходе дня евро-доллар зафиксировал минимум на отметке 1.2526. В нашем прогнозе на среду предполагаем еще одну попытку пары возобновить подъем к ранее достигнутым максимумам и протестировать уровни 1.26 и 1.2637. Однако подъем состоится только в случае, если быкам по евро удастся преодолеть уровень дневного разворота 1.2562 и закрепиться выше него. Далее мы ожидаем снижение пары в направлении проведущего минимума 1.2526 и ниже к целевым уровням 1.2496 и 1.2456. Снижение пары к вышеназванным целевым уровням возобновится также и в случае, если пробой уровня 1.2562 не состоится.